Письмо христианам в Эфесе. Глава 1. Он одарил нас в единении нашим со Христом, полнотой духовных даров в небесных мирах. Он нас избрал в единении с Ним еще до сотворения мира, чтобы мы были перед Ним святыми и непорочными и жили в любви. Он нас предназначил через Иисуса Христа стать Его сыновьями. Вот Его цель и добрая воля. Так восхвалим Его за величайшую Его доброту, за дар, которым Он нас одарил через любимого сына, кровью которого мы обрели в единении с Ним свободу и прощение грехов. Так безмерна Его доброта, что излил Он щедро на нас в совершенстве, ума и мудрости. Это Он дал нам знать свою сокровенную цель по воле Его изначально во Христе воплощенную. Этой цели достиг Он, когда исполнилось время. Он замыслил все, что есть на земле и на небе, соединить воедино во Христе во главе с Ним. Благодаря Ему нам выпало стать Его народом. Нам изначально было предопределено, согласно замыслу того, кто все вершит по своей воле и намерению, стать хвалой Его славе, потому что мы первыми возложили надежды на Христа. Через Него и вы услышали слово истины, радостную весть о вашем спасении. Благодаря Ему вы поверили и были отмечены печатью обещанного вам Святого Духа, который есть залог того, что мы получим наше наследие, когда Бог даст полную свободу тем, кто Ему принадлежит, и станем хвалой Его славе. Вот почему и я, узнав о вашей вере в Господа Иисуса и о любви ко всему святому народу Божьему, не перестаю благодарить за вас Бога, вспоминая вас в своих молитвах. Пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец в сиянии славы, дарует вам дух мудрости и откровения, чтобы вы смогли познать Его. Пусть просветит Он ночи вашего сердца, чтобы вы увидели, какова та надежда, к которой Он вас призвал, каково богатство и великолепие наследия, которое вы разделите с Его народом, и сколь неизмеримо велика Его сила, что действует в нас, верующих в Него. Это та же сила и могущество, которыми Бог воскресил из мертвых Христа и усадил Его по правую руку на небе, выше начала и властей, силы господств, а имя Его сделал превыше имен всех не только в нынешнем веке, но и в будущем. И Он все покорил Ему под ноги и поставил Его, владыку всего, главой церкви. Она же есть Его тело, в ней вся полнота того, кто наполняет собой все творение. Глава 2. И вы были мертвы по причине своих преступлений и грехов, из-за которых вы некогда шли злыми путями этого мира, покоряясь владыке поднебесного мира, духу, который поныне действует в тех, кто противится Богу. Ведь мы все тоже из их числа. Мы тоже жили по законам плотской природы, исполняя все вожделения нашего тела и ума, и из-за этого нашего естества подлежали наравне со всеми суду Божьего гнева. Но Бог, богатый милостью, по великой своей любви, которую Он полюбил нас, мертвых от грехов, оживил нас вместе со Христом. По доброте Его вы спасены. Вместе со Христом Иисусом Он воскресил нас и усадил в небесах рядом с Ним, чтобы через Христа Иисуса явить всем грядущим векам неизмеримое богатство своей милости, своей доброты к нам. Вы спасены через веру Его великой добротой. И не за ваши заслуги, это Божий дар. И не за дела, так что пусть никто этим не хвалится. Это Бог сделал нас теми, кто мы есть, создав нас через единение со Христом Иисусом для добрых дел, которые Он нам изначально предназначил совершить. Поэтому помните, что вы, язычники по рождению, люди, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные с их телесным обрезанием, помните, что в то время вы жили без Христа. Вы были чужестранцами, а не входили в число народа Божьего Израиля. Обещания, которые Бог дал своему народу, к вам не относились. Вы жили в этом мире без надежды и без Бога. А теперь, в единении со Христом Иисусом, вы, некогда далекие, стали близкими благодаря крови Христа. Ведь это Он, наш мир, Он, соединивший иудеев и язычников в один народ, своим телом разрушивший стену вражды, которая разъединяла нас, отменивший закон с его уставами и правилами, чтобы, установив мир, создать в единении с собой из двух человек одного нового и обоих в едином теле примирить с Богом через смерть на кресте, уничтожив собой вражду. И Он, придя, принес радостную весть о мире вам, жившим вдали от Бога, и тем, кто рядом с Ним. Так что благодаря Ему мы, иудеи и язычники, имеем доступ к Отцу, соединенные одним Духом. Итак, вы больше не чужестранцы и не пришельцы, вы равноправные члены Божьего народа и Божьи домочадцы. Вы тоже воздвигнуты на фундаменте, заложенном апостолами и пророками, краеугольный камень которого — Христос Иисус. Он скрепляет с собой все здание и воздвигает его, превращая в храм, посвященный Господу. В единении с Ним и вы созидаетесь, чтобы стать благодаря Духу жилищем Бога. Глава 3 Вот почему я, Павел, ради вас, язычников, узник Христа Иисуса, молюсь Богу. Вы, конечно же, слышали о том, какой щедрый дар был мне доверен Богом для вас. Мне в откровении дано было узнать его тайну, как я вкратце писал выше. Следовательно, прочитав, вы сможете представить, как я понимаю тайну Христа. В прежних поколениях человечеству не дано было знать этой тайны, но теперь Дух открыл ее святым Божьим апостолам и пророкам. Она в том, что и язычники получают то же наследие, и они — часть единого тела. Им тоже даны обещания Бога через Христа Иисуса в радостной вести, служителем которой я стал благодаря великой Божьей доброте ко мне через действия Его силы. Мне, самому ничтожному из всего народа Божьего, был дан этот дар — возвестить язычникам радостную весть о непостижимом богатстве Христа, а также просветить всех, показав, какой божественный замысел спасения заключен в этой тайне, от века сокрытой Богом, Творцом всего, чтобы только теперь всем началом и властям на небесах, через Церковь, стала ведома мудрость Бога во всем ее многообразии. Бог воплотил свой извечный замысел во Христе Иисусе, нашем Господе. В уединении с Ним через веру в Него мы смело и уверенно приближаемся к Богу. Вот почему я прошу вас не падать духом из-за того, что я страдаю за вас. Эти страдания служат к вашей славе. И потому я преклоняю колени перед Отцом, от имени которого ведет свое название всякий род на небе и на земле, и прошу Его наделить вас силой из сокровищ своей славы, даровав Духа, чтобы внутренний человек восстановился крепче, и чтобы благодаря вере Христос поселился в вашем сердце. Пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом. И тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем святым народом Божьим постигнуть ширину и длину, высоту и глубину любви Христа и познать ее, хотя она и превосходит всякое познание. И тогда вы станете столь совершенны, что достигнете полноты совершенства Бога. Слава тому, чья сила, действуя в нас, способна совершить неизмеримо больше, чем все то, о чем мы можем попросить или даже помыслить. Слава Ему во всех поколениях через Церковь и Иисуса Христа во веки веков. Аминь. Глава 4. Так вот, я, ставший узником ради Господа, умоляю вас, живите достойно того призвания, к которому вы призваны Богом. Будьте всегда скромны и кротки, терпеливо, с любовью переносите друг друга. Всеми силами старайтесь хранить единство Духа, скрепляя Его узами мира. Одно тело и один Дух, как и одна надежда, к которой вы призваны Богом. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Он над всем, через все и во всем. Но всем нам, каждому в отдельности, был дан особый дар, его доля в щедром даре Христа. Поэтому Писание и говорит, «Взойдя на вершину, Он провел вереницу пленных, Он людям дал дары». Но что еще значит «взошел»? Не то ли, что прежде Он и не сходил в самые недра земли? Тот, кто не сходил, не есть ли тот самый, кто взошел выше всех небес, чтобы наполнить собой всю вселенную? И это Он даровал, кому быть апостолами, кому пророками, кому евангелистами, кому пастырями и наставниками, чтобы приготовить святой народ Божий к делу служения, к делу созидания тела Христа, пока мы все не достигнем, наконец, единства в вере и познании Сына Бога и встречи с совершенным человеком, со Христом, образцом совершенной зрелости. Мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собой, словно волна или порыв ветра, делая добычей ловких проходимцев, искушенных в науке обмана. И наоборот, если будем говорить правду с любовью, то будем расти во всем, приближаясь к Нему. Он же Христос есть Глава. Благодаря Ему сохраняет единство все тело, части которого связаны тесными узами. Каждый его орган исполняет свое предназначение, и все тело растет и созидается любовью. Итак, вот что я говорю, вот на чем от имени Господа настаиваю. Больше не ведите себя так, как язычники с их суетным умом. Их рассудок помрачен, они отчуждены от жизни Бога своим упорным нежеланием познать Его, ведь они совсем отупели. Став бесчувственными, они отдали себя во власть разнозданных страстей, не зная меры ни в какой мерзости. А вы совсем не так познавали Христа, если, конечно, вы услышали о Нем, если вы были наставлены им, ведь истина в Иисусе. Вас научили, что нужно отказаться от того, что было свойственно вашему прежнему образу жизни, что нужно совлечь себя ветхого человека, которого губят обманчивые страсти. Обновите свой ум и дух и облекитесь в нового человека, созданного по образу Бога в истинной праведности и святости. Поэтому откажитесь от лжи и говорите каждой своему ближнему правду, ведь все мы части одного тела. Даже рассердившись, не допускайте себя до греха. Пусть гнев ваш остынет прежде, чем сядет солнце. Не оставляйте лазейки дьяволу. Кто воровал, пусть больше не ворует, а усердно работает собственными руками, чтобы было чем поделиться с тем, кто в нужде. Пусть не будет у вас на языке ни одного дурного слова, лишь слова, полезные для назидания, благотворные для слушателей. И не печальте Святого Духа Божьего, печатью которого вы отмечены для дня нашей полной свободы. Навсегда избавьтесь от раздражения, гнева, ярости, крика, проклятий вместе с прочими злыми чувствами. Будьте друг другу добры и сострадательны, прощайте друг друга, как простил вас Бог через Христа. Глава пятая Одним словом, старайтесь походить на Бога, ведь вы Его любимые дети. Живите в любви, точно так, как Христос полюбил нас и отдал за нас свою жизнь, как жертвенное приношение Богу, благоуханное и приятное. Что же касается таких вещей, как разврат, похабство, жадность, то среди вас даже разговоров о них не должно быть. Не подобает это Божьему народу так же, как всякая грязная, глупая, двусмысленная болтовня. Неуместно. Лучше благодарите Бога. Но в этом вы можете быть уверены. Ни один развратник, похабник, хапуга, они ничем не отличаются от идолопоклонников, не имеют наследия в Царстве Христа и Бога. Никому не дайте обмануть себя пустыми словами, ведь это навлечет на непокорных Божий гнев. Пусть не будет у вас с ними ничего общего. Некогда вы были тьмой, а теперь, когда вы с Господом, вы свет. Так живите, как подобается нам света. А плод света — это доброта, справедливость и истина. Старайтесь дознаться, что приятно Господу. Не участвуйте в бесплодных делах тех, кто принадлежит тьме. Наоборот, своей жизнью обличайте их. О делах, которые творятся ими втайне, стыдно даже говорить. Только при свете становится видно все то, что обличается, а все открытое свету и само есть свет. Поэтому и говорится «Спящий, проснись, встань из мертвых, и тебя сияет Христос». Так следите внимательно за своим поведением. Ведите себя не как люди, у которых нет ума, а как люди разумные. Старайтесь хорошо использовать свое время, потому что дни теперь окаянны. Поэтому не будьте бестолковыми, но умейте понимать, в чем воля Господа. И не напивайтесь вином, от него только распущенность, но наполняйтесь духом. Беседуйте друг с другом словами псалмов, гимнов и духовных песнопений. Пойте и воспевайте Господа от всего сердца. «Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом. Жены своим мужьям, как Господу, потому что муж – глава жены, точно так же, как Христос – глава церкви своего тела, и Он – его спаситель. И как церковь подчиняется Христу, точно так же и жены должны во всем подчиняться мужьям. Мужья, любите жен, как Христос полюбил церковь. Он отдал свою жизнь ради нее, чтобы посвятить ее Богу своим словом. Он очистил ее, омыв водой в купальне, чтобы она предстала перед ним во всей красе ни пятна, ни морщины, ни другого изъяна, то есть святой и непорочной. Так и мужья обязаны любить своих жен, как свое собственное тело. Кто любит жену, тот любит себя. Еще не было человека, который ненавидел бы свою плоть. Наоборот, он питает ее и лелеет, как Христос церковь, потому что мы – части его тела. Вот почему оставит человек отца и мать и соединиться с женой, и станут двое единой плотью. Здесь есть великая тайна, но я так понимаю, что слова эти относятся ко Христу и церкви. И вы тоже, каждый из вас, должны любить своих жен, как самих себя. И жена пусть почитает мужа. Дети, повинуйтесь родителям ради Господа, ведь это ваш долг. Чти отца своего и мать, вот первая заповедь, за которой следует обещание, чтобы было тебе хорошо, и долгой будет твоя жизнь на земле. Родители, не раздражайте своих детей. Растите, воспитывайте и наставляйте их, как велит Господь. Рабы, повинуйтесь своим земным господам со страхом и трепетом от всего сердца, как если бы вы служили Христу. И не на показ, как это делают подхалимы, а как рабы Христа, исполняющие волю Бога от всей души. И с охотой, как если бы служили не людям, а Господу. Знаете, что Господь вознаградит за всякое доброе дело, кто бы его не совершил, раб или свободный. И вы, господа, относитесь также к рабам. Оставьте угрозы. Помните, что и у них, и у вас один Господин на небесах, а он никому не оказывает предпочтения. И последнее. Укрепляйте себя в единении с Господом, Его мощью и силой. Наденьте Божьи доспехи, тогда вы сможете устоять перед кознями дьявола. Потому что мы ведем бой не с людьми, и с плоти и крови, а с началами, с властями, со вселенскими повелителями этого мира тьмы, с духовными силами зла в небесном мире. И поэтому наденьте Божьи доспехи, чтобы у вас хватило сил противостоять им в черный день и выстоять, все преодолев. Так стойте неколебимо, опоясав себя истиной и облегшись в панцирь праведности. Пусть обувью вашей будет готовность нести радостную весть о мире. И, кроме того, крепко держите в руках щит веры, им вы погасите все раскаленные стрелы злодея. Возьмите еще шлем спасения и меч Духа, то есть Слово Бога. Молитесь всеми молитвами и взывайте к Богу во всякое время, так как вас побуждает Дух. А для этого бодрствуйте, неотступно и усердно прося за весь народ Божий. И обо мне молитесь, чтобы каждый раз, когда я заговорю, Бог давал мне нужные слова, и я смело открывал тайну радостной вести. Я ее посол даже в цепях. Молитесь, чтобы я смело и открыто возвещал ее, исполняя свой долг. Хотите знать, как я живу и что делаю? Впрочем, вам обо всем расскажет Тихик. Это мой дорогой брат и верный служитель Господа. Я посылаю его к вам с этой самой целью рассказать о наших делах и вселить бодрость в ваши сердца. Мир братьям, а также любовь вместе с верой от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Божья благодать добудет со всеми, кто любит Господа нашего Иисуса Христа бессмертной любовью. Конец письма христианам в Эфесе Вести. Более. Более. До новых встреч. Продолжение следует...